МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Границы Донбасса. Где появится новая линия разграничения? Громперемирия. Чем заняты боевики в режиме тишины? СТУК В ДВЕРЬ Прорваться к Савченко. Смогут ли украинские врачи осмотреть нашу лётчицу? Границы районов Донбасса с особым статусом. Совет нацбезопасности определил эту черту. Теперь дело за парламентом. На следующей неделе Верховная Рада должна принять соответствующее постановление. Где на карте рисовать границу, пока неизвестно. Всё, что сказано в решении СНБО. Линия разграничения это та территория, которую захватили боевики до 19 сентября. То есть до первых минских договорённостей. И дать этим регионам особый статус одной из условий вторых минских договорённостей. Более 60 раз за сутки обстреляли боевики позиции украинских военных. Район Донецкого аэропорта остаётся одной из самых горячих точек в зоне АТО. С нами на связи Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Как ведут боевики себя сегодня? Здравствуй, Наталья. Боевики уже не скрывают, что не оттягивают свою тяжёлую технику. Основные силы сосредоточены в районе Горловки и Майорска. А вот в районе Песок и Донецкого аэропорта российские наёмники ведут огонь из тяжёлой артиллерии. Ночью позиции украинских военных накрыли минами калибр 120 и 152 мм. И снова начали использовать фосфорные мины. Минут за 10 до этого тут всё обстрелилось в логами. Мы в ответ не стреляем, потому что мы стреляем только тогда, когда есть видимые цели. Она как звезда, просто такая, как ракетница. Потом разрывается на много частей мелких. И температура горения там 2500-3000 градусов по Цельсию. Ну вот реально на моих глазах, получается, стояло дерево, да, упала маленькая такая звёздочка. Дерево как спичка в спидке. Наступление боевиков тут ожидают, но сейчас, скорее всего, противник атакует не ради штурма, говорят военные. Это такая себе тренировка в режиме боя. Буквально в 500 метрах от крайней позиции сила ТО в Песках, где мы сегодня были, боевики организовали такой себе полигон. Открыто укрепились, ротируются и тренируются по живым мишеням. Это бьёт утёс с жабином по набору. Крупнокалиберный пулемёт 12,7. Стреляет в нашу сторону. Это же перемирие. Они знают, что артиллерия тяжёлая, работать не будет. Ничего им практически не угрожает. То есть можно свободно выходить на позиции, стрелять, обучать молодёжь. В самих Песках уже не осталось мирных жителей. Там нет ни одного целого дома и обстрелы продолжаются. А вот в соседнем селе Тоненькое люди начали понемногу восстанавливать свои дома. Сейчас им нужны стройматериалы, брезент. С продуктами помогают украинские военные. В основном нам помогают солдаты с передовой. Потому что привозят консервацию. Ну, видно, гражданская закупорка. Люди присылают всё. Варенье, сало, смолец, помидоры, огурцы. И другое, дебальцевское направление. Сегодня силовики предотвратили теракт в Артёмовске. Боевики планировали подорвать плотину. И, как сообщил замначальника Донецкой милиции, хотели перекрыть таким образом стратегически важную дорогу. Наталья. Спасибо, Ира. Ирина Баглая. Ситуации в районе Донецкого аэропорта. Серая зона, прифронтовые города. Там сейчас стреляют гораздо меньше, но всё же стреляют. А люди пытаются начать жить заново. Правда, многие боятся возвращаться. Вениамин Трубачёв о посёлках вдоль Бахмутской трассы. Разрушенные дома, сгоревшие здания и повсюду воронки от снарядов. Зимой посёлок Новотошковское. Боевики обстреливали их круглосуточно. Сейчас тоже стреляют, но по окраинам. Мы не знаем, что это такое. Бахкает, вот слышим бахкает. Всё. Бух-бух, вы слышали, и мы вот здесь стоим, и мы не видим ничего. Всё. А почему вы не прячетесь? Не прячемся? А мы, вы знаете, за это время уже у нас полностью, как говорится, атрофировалось всё. Люди собираются в центре. Сюда привозят гуманитарную помощь. Накануне раздавали продукты, сегодня дрова. В посёлке нет газа и приходится топить печи. Некоторые жители по-прежнему ютятся в подвалах. С 20 января тут спим. И день и ночь. Побегли, покормили хозяйство. Печку растопили, жужуку вынесли, чтобы паровины размерзлость прибегли. А тут он здесь сплют. Многие жители прифронтовых городов оставили свои дома и бежали от войны. Переселенцы сейчас размещаются в санаториях, общежитиях и социальных центрах. Некоторым уже некуда возвращаться. Летали снаряды. На аэропорт и на тоненько. Вот так вот. Вокруг нас летали. Мы не обращали внимания. Но как зашли солдаты, начали по нам бить. Нам уже надо было текать. В комнатах тесно. Стоят двухэтажные кровати. Старики и дети все живут вместе. Но рады, что не стреляют. Люди хотят вернуться и восстанавливать разрушенное. Но пока боятся. Тише сейчас не так, как было раньше. Но это же не конец войны. Правильно? Если бы сказали, что конец войны, то конечно мы бы уже вернулись бы домой. А также это же перемирие с перемирием. Это же нестабильность. Малышей трудно устроить в школы и детские сады. Взрослым работу найти тоже непросто. Благо помогают волонтеры. Привозят продукты, вещи и детские игрушки. Венемин Трубачев и Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Донецкая и Луганская области. Ситуация в Мариуполе тоже напряженная. Российские боевики пять раз нарушили режим тишины. С утра атакуют поселок Широкино. Разрывы снарядов слышны и в самом городе. Боевики бьют из тяжелых орудий. Работают снайперы. В полсотни километров от Мариуполя сегодня тоже стреляли. Село Чермалык граничит с так называемой ДНР. Что там происходит? Подробнее Эльвина Ситбулаева. Понятно, уже тих раз стреляют. Там еще что? Из автомата, там еще с пулемета. Это не школьный урок, это урок жизни. Девятиклассница Анастасия прекрасно различает, из какого именно оружия стреляют. Она, как и ее сверстники, уже привыкли к ананаде залпов, которые звучат за окном школы. Каждый день были эти взрывы, стреляли. Уже как бы не обращали на это внимания. Ну и сейчас уже как-то привыкли к этому. После перемирия перестрелки немного уменьшились. Все это время школа работала, дети ходили на уроки. Но вот учителя уже полгода не видели зарплат. Все дело в том, что Чермалык, где находится школа, под контролем Украины. Однако сам Тельмановский район, которому принадлежит село, под оккупацией так называемый ДНР. Ситуация не улучшилась, даже когда с начала года село перевели под юрисдикцию Волноварского района. Сейчас мы не получаем с ноября месяца, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Уже март вот тоже месяц идет. Мы тоже не получаем зарплату. Мы ничего не получаем. Счета мы не можем оплатить. Отопление, то есть газ и освещение. Мы сидим без ничего. Занятия идут в полном режиме. Занимаемся как положено. Детей кормим. Спасибо, нацгвардия нам помогла. Выделили продукты питания. Хоть и без крыши над головой, продолжает работать и местный детсад. Тут нет отопления. Чтобы не затопило первый этаж, на втором – ведра и миски. Сюда уже несколько раз летали пули и осколки от минометов террористов. Эта пуля здесь была, она через всю группу пролетела и там внизу валялась. Была до последнего релиза. Многие родители боятся водить в садик детей. Ну а других выбора нет. Опасно, да. Ну а что делать? Я работаю. Хотя зарплату не платят, но ходим. На работу надо ходить. И ее не с кем оставлять. С около двухтысячного населения Чермалыка половина выехала из-за обстрелов. Оставшиеся чинят свои дома и пытаются вернуться к мирной жизни. Ну снаряд быстрее всего уже оттуда летел. И вот это здесь упал. Это с пленкой заделали, где-то брезентом заделали. Где-то какое-то стекло поставили. А два к нам осталось даже целых. Разрушения есть, были и ранены. Но вот погибших, бог миловал, их нет. Эльвина Седбулаева, Никита Исайко, Евгений Малякчук. Подробности – телеканал «Интер». Окупированные территории. Мы связываемся с жителями Донецка и Луганска каждый день, чтобы больше знать об их жизни. Давайте послушаем. Жуткая ситуация в городе с лекарствами. У нас резко обослились заболевания сердечно-сосудистые, вирусные заболевания, воспаление легких. Я сейчас позвонила в аптеку. Обычная мама на лекарства, которые я покупала. Но стоила где-то порядка 150 гривен. Сейчас 340. Люди не могут купить лекарства. Здесь будет очень много смертей. Со вчерашнего вечера у нас слышны постоянно взрывы. Работа стрелкового оружия в районе Песок, в районе аэропорта. Люди боятся, что опять вернется война у нас. Мы этого не хотим. У нас детские сады хотят уже открыть. У нас школы открылись, дети начинают возвращаться. В магазинах можно будет расплачиваться любой валютой. А сдачу люди смогут получать только той валютой, которая сейчас есть в кассе магазина по обменному курсу, которая будет устанавливать ЛНР каждое утро. То есть ты можешь расплатиться в гривнах, и тебе дадут, например, какие-нибудь тубрики. Вопреки всем договоренностям с российской стороной, к Надежде Савченко не пустили украинских врачей. Медики, сестра лётчица и её адвокат с 10 утра стоят у закрытых ворот СИЗО. По ту сторону говорят, что якобы проверяют, действительно ли это врачи хотят навестить заключённую. У сестры Надежды Савченко и правозащитника Марка Фейгина есть своя версия. Причина сугубо политическая. Мы могли увидеть очень плохую оценку её состояния со стороны независимых медиков. И она критически важна, чтобы медики её обследовали сегодня и дали рекомендации о её рационе питания. И мы только что снова связались с врачами и сестрой Надежды. Они подтвердили, что сегодня их так и не пустили. Говорят, завтра с 8 утра снова будут у ворот СИЗО. Заветный статус. Как его можно получить и зачем липовые командировки в зону АТО высокопоставленным одесским милиционерам? Подробнее Андрей Анастасов. Руководитель одного из милицейских подразделений Одесской области и его подчинённый действительно ездили в служебную командировку в Луганск, в зону АТО. Но в документы отчётности внесли ложные сведения о сроках пребывания там. В итоге получили на руки 25 тысяч гривен, говорят в прокуратуре. В одном случае это было 3 дня, вместо 8. В другом случае также 3 дня, вместо 28, как они указали в документах про подразделение. Их имена в прокуратуре не называют, мол, тайна следствия. Но по данным активистов речь идёт о руководителе областного управления внутренней безопасности МВД и его подчинённом. Ещё в середине января общественники пикетировали это ведомство, утверждая, милиционеры клепают липовые командировки не столько для личного обогащения, как для получения статуса участника боевых действий, что в дальнейшем может стать индульгенцией при проведении люстрации. И даже показали документ о том, что такой процесс запущен. По-мужски он должен взять, написать заявление, отказаться. Он говорит, я не писал, я не претендовал, это кто-то допустил ошибку, там наверху меня вписали, назначили, в общем, как-то так. Ну, это же не серьёзно, ни по-мужски, ни по-офицерски. В прокуратуре подтверждают, теоретически такое возможно. Поэтому сейчас изучают, направлялись соответствующие запросы от милиционеров в штаб антитеррористической операции или нет. Сейчас главный подозреваемый, подполковник милиции, лечится в больнице. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения. Согласно уголовному кодексу, им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканала Интер. Одесса. Обыски в квартирах двух крымских журналистов. Такие действия самопровозглашённых властей полуострова в ОБСЕ и украинском МИДе уже назвали репрессиями. Рано утром МФСБшники нагрянули домой корреспонденткам Центра журналистских расследований. Анну Андреевскую не застали. После референдума о статусе Крыма она переехала в Киев. А вот Наталью Кокорину после обыска забрали на допрос. Продержали более шести часов. Изъяли личный ноутбук и отпустили, мол, претензий не имеем. Допрашивали её как свидетеля по делу, возбуждённому по фактам призывов к свержению властей Крыма. Такой месседж российские спецслужбы усмотрели в статье о волонтёрах, которые помогают бойцам на Донбассе. Комментировать что-либо после допроса Кокорина отказалась. А вот Анна Андреевская, автор той самой статьи, вышедшей ещё в декабре минувшего года, рассказала нам, что ФСБшники обыскали дом её родителей, где она прописана. Почему сейчас возбуждено это дело, непонятно. То есть пришли, перевернули всё в квартире, провели обыск, изъяли компьютер и флешку. Но они принадлежат моему отцу. Возможно, что эти обыски связаны, то есть они должны показать другим журналистам, которые захотят продолжать работать и объективно информировать людей, что вот вам показательные выступления, что будет с вами, если вы будете продолжать это делать. Александр Величко, которого 9 дней удерживали в заложниках, он обратился к генпрокурору Виктору Шокину. Начальник департамента корпоративных прав Днепропетровского горсовета заявил, что готов давать показания против местных чиновников, в частности Геннадия Корбана. Мол, его похищение – дело рук замгубернатора Днепропетровской области. Меня похитили по приказу заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. И я 9 дней находился между жизнью и смертью на базе правого сектора, которое расположено в селе Песке Донецкой области. По сути, на базе правого сектора бесчинствуют люди Коломойского. Все это время меня заставляли написать какую-либо негативную информацию на исполняющего обязанности городского головы, секретаря Днепропетровского городского совета Максима Романенко. После пережитого ужаса я опасаюсь за свою жизнь. И исключительно под гарантией Генерального прокурора Украины я готов в рамках закона дать показания против Корбана. И если Генеральная прокуратура не остановит Геннадия Корбана, то он убьет меня и убьет членов моей семьи. Это видеообращение Величко просит считать официальным обращением в ГПУ. Сейчас мои коллеги из ток-шоу «Черное зеркало» пытаются с ним связаться. Обо всем подробнее сегодня в 9 вечера. И сразу два резонансных дела начали сегодня рассматривать в Полтавской области. Два убийства мэра Кременчуга и одного из судей Кременчугского райсуда их застрелили в прошлом году с интервалом всего лишь в несколько месяцев. Кого следствие считает заказчиком, а кого исполнителем? Подробнее Наталья Грищенко. Февраль прошлого года возле собственного дома убит судья Александр Лободенко. Убийство сразу называют заказным, связанным с профессиональной деятельностью. Спустя 5 месяцев еще более громкое убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева. Почерк тот же. Следствие выясняет, оба погибших связаны с тяжбой относительно прав собственности на местную телерадиокомпанию «Визит». Мэр хотел вернуть ее в коммунальную собственность. Сразу два громких дела суд объединяет в одно. Несмотря на то, что речь идет об убийствах мэра Кременчуга, и судьи Кременчугского районного суда дело рассматривают в другом городе, в Кобеляках. Так хотят добиться максимальной объективности. На скамье подсудимых четверо владелец телерадиокомпании Александр Мельник. Следователи считают его заказчиком. Бывший милиционерный и необщественный активист Александр Крыжановский обвиняется в организации убийств. Еще двое в их исполнении. Мотивами довчинницы криминальных правопорушений фактически спир, который происходил между местной радостью Кременчугской, которую на тот момент Бабаев, и приватной телерадиокомпанией «Визит», которую участвовал Мельник Александр. Спор касался больших денег, но главное монополии на телерадиовещание в городе. Единственная телевышка в Кременчуге принадлежит все той же частной студии «Визит». Подсудимые своей вины не признают. Полностью справа сфабрикована. Мы тут невинные люди сидим, а это уже полгода и в седьмую. Им совершенно не нужно было, чтобы медиакомпания «Визит» освещала информацию так, как она освещается всегда, неупереджена и абсолютно полна. На думку мера, и он про это также публично, неодноразово говорил, что оно было незаконно приватизовано, и территориальная громада города Кременчука его незаконно втратила. Слушание только стартовали, и сразу сюрприз. Адвокаты подсудимых требуют, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Есть упередженность. Упередженность в первую очередь связана с порушением права обвинуваченных. Кандидаты на роль присяжных сегодня тоже здесь. Из них должны были выбрать пятерых, которые и будут принимать решения вместе с судьями. Но этому помешали, собственно, те, кто так настаивал на суде присяжных. Двое из шести защитников подсудимых на заседание не явились. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов, телеканал «Интер», Полтавская область. Ситуация с добычей янтаря неконтролируемая. В этом признаются милиционеры в Ривненской области. Их опять избили на территории месторождений. Как все это было и почему старатели не боятся ни штрафов, ни тюрьмы? Подробнее и на Белецкое. Мы попросили милиционеров показать нам, где это месторождение. А троицентры 30 километров по бездорожью. Дальше по лесу и полю на Уазике. Потом пешком. Мужчина, который вышел нам навстречу, ничего не слышал об избиении правоохранителей. А вы сбираете, да? Да. А что сбираете? Буштин, шукаю. А вы слышали, что тут милиционеров побили? Нет. Не слышали такого? Нет. И не били? Кого? Нет. Все произошло именно здесь. Сотрудников райотдела и спецподразделения было 40. Селян около 200. Открыли уголовное производство, задержали подозреваемых. И старатели должны были бы затаиться. Но не тут-то было. Вот такими сачками из этих ям перемоев старатели достают янтарь. Заявив журналистов и милиционеров, они бросили все орудия труда. Даже довольно-таки дорогую мотопомпу. Признавать, что с помощью мотопомпы добывают янтарь старатели не хотят. Это аппарат для перекачивания воды. Подфатка называется для рыбки. Старатели в кустах выжидают, пока мы уедем. Единственный сопровождавший нас милиционер вызывает наряд. Не мешает. Не мешает. Они снова выехали, они снова работают. Старатели уходят, но дозорных оставляют. Те ведут себя довольно агрессивно. Я местный отсюда, я тут живу, и я в этом лесе вирус. Вирус в летом лесе. И никакой д*** не имеет права меня туда запретить. Милиционеры признают, ситуацию с добычей янтаря не могут контролировать. Склады забиты изъятыми мотопомпами, но часто суды возвращают их владельцам. Штрафы старателей не пугают. Впрочем, как и тюрьма. В районе судимых уже за незаконный выдобуток бурштину я даже не хочу сказать, сколько очень много. Треба его легализовать, надати людям дозвіл, гроши, чтобы действия шли в бюджет. Накануне в Ривне губернатор Житомирской и Ривненской областей вместе с нардепами представляли законопроекты о легализации добычи янтаря. Обещали даже внести их в парламент. Обещали и в прошлом году, и в позапрошлом. Но дело с мертвой точки таки не сдвинулось. Видимо, кому-то легализация совсем неинтересна и невыгодна. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Суд Киева не отправил дело Александра Попова на дорасследование, как того требовали его адвокаты. По их мнению, в обвинительном акте нет доказательств вины бывшего мэра Киева, а есть одни предположения. Недовольны документом остались и участники Евромайдана. Генпрокуратура до сих пор не нашла адреса двоих пострадавших от рук силовиков и не допросила их. Поэтому считать документ доработанным нельзя. Мы должны только выклестись об обвинение и все. Мы доказали, что никто ничего не надавал. Экс-главу Киевской городминистрации Александра Попова обвиняют в пособничестве силовикам, которые в ночь на 30 ноября разгоняли Евромайдан. Тогда Попов распорядился приступить к установке новогодней елки. А вот самой операцией по разгону протестующих руководил Андрей Клюев, тогда глава администрации Януковича. Приказы он лично отдавал экс-замминистра внутренних дел Севковичу по телефону. Оба сейчас в бегах. На ознакомительном заседании Попов пообещал все подробности сообщить в суде во время разбирательства по сути. Первое заседание назначено на 23 марта. Ну а Винницкий горсуд все же избрал меру пресечения для судьи Печерского райсуда Киева Виктора Китюка Александр Олейдин. Судья отпустил его домой под личное обязательство с требованием носить электронный браслет на ноге. В прокуратуру он должен являться по первому требованию. В случае уклонения от допросов Китюку могут применить более жесткие меры. Его подозревают в вынесении неправомерного решения против автомайдановцев. Китюку светит до 8 лет лишения свободы. Ну а в Америке тем временем обсуждают так называемый список Немцова. Кто в него войдет, кто его составляет. Ответы на эти и другие вопросы в материале нашего Сапкора в Вашингтоне Дмитрия Еловского. Новыми санкционными списками в воздухе Вашингтона запахло практически сразу после того, как в Москве убили политика Бориса Немцова. Оппозиционер еще давно предлагал Америке расширить список лиц, которые причастны к гибели в московском СИЗО юриста Магнитского. Это так называемый список Магнитского. И вот накануне сенаторы Джо Маккейн и Эллин Сегрэм все-таки выступили за эту идею и внесли в парламент резолюцию. Это по сути обращение к президенту Вараку Обаме. Приступить к расширению санкций. На Западе уверены, что юрист в российских застенках погиб не случайно. Его специально убили из-за его антикоррупционных расследований. Но вот перечень лиц, которые могли быть причастны к гибели Магнитского, как это часто бывает, оказался довольно поверхностным, ну таким неполным. Именно об этом и говорил Борис Немцов. И теперь уже после его смерти, возможно, его все-таки услышат. Кроме этого, сенаторы призвали Обаму и Запад в целом провести независимое расследование убийства российского позиционера. На Капитолийском холме также призывают ОБСЕ включить в свой отчет по ситуации в Украине расследование, которое вот-вот должен был ународовать Борис Немцов. О возможном расширении списка Магнитского заявила и помощник главы Госдепа Америки Виктория Нуланд. Но, правда, произойти, по ее словам, это может не раньше, чем в конце этого года. Что касается списков как дипломатического оружия, то, напомню, еще вчера Америка опубликовала новые документы, где содержатся фамилии нежелательных лиц. Ну, правда, тех, кто, ну, когда-либо вряд ли собрался бы в Америку. Например, там есть идиозный философ и лидер движения евразийства россиянин Александр Дугин. Есть и бывшее руководство Украины, ну, из числа режима Януковича, вроде Азарова, Арбузова, ну и других. А вот в газете Financial Times тоже обсуждают эти списки. Там статья российского оппозиционера Алексея Навального, который считает, что Америке уже давно следовало бы запрещать въезд на территорию страны не лидером так называемых ДНР и ЛНР, а ближайшему окружению Путина и российским олигархам. Но до таких списков еще, конечно, очень далеко. На столь решительные меры здесь пока идти не готовы. Дмитрий Уловский, Юрий Романюк, подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Накануне в одной из соцсетей появилось сообщение от имени российской актрисы Лии Ахиджаковой о том, что она якобы встретила в театре Мишу Пореченкова. И он якобы сказал, что собирается извиниться перед украинцами. Мы связались с актрисой, чтобы узнать, так ли это. И вот ее ответ. Не знаю ничего. Вот какая сволочь это пишет. Какая-то сволочь от моего имени что-то пишет. Теперь, значит, Пореченков. Не знакома с ним, никогда в жизни рядом не стояла. Если можете, напишите там. Вы только что избавили, что мне твиттер какой-то кто-то за меня писал. А я вообще интернетом не владею, не умею. Есть девочка, которая ведет мой сайт. Она целиком этим занимает. Я не владею интернетом. Ну и что касается длительного отсутствия на публике Владимира Путина. Свою версию выдвинули швейцарские СМИ. Журналисты предполагают, что он был на родах. Желтое издание Блик пишет, что несколько дней назад в частной клинике Святой Анны в Лугана зарегистрировалась Алина Кабаева. Газета ссылается на слухи в медицинских кругах и предполагает, что она могла родить ребенка от Владимира Путина. Мы связались с этой клиникой, которая часто принимает вип-персон из России. Ответ был краток. Мы не можем сообщить вам такую информацию. Мы не даем информацию ни о ком. Пресс-секретарь Путина Песков позднее опроверг слухи о рождении ребенка у своего шефа. Самого Путина после недельного перерыва показал сегодня телеканал НТВ. На видео российский президент встречается с председателем Верховного суда Лебедевым в резиденции Новоогарева. Информация об этой встрече появилась и на сайте Кремля. А по сообщениям источников в пресс-службе Путина в ближайшее время возможно важное заявление. Руководители СМИ попросили быть готовыми к срочной пресс-конференции. Слово, оно таки воробей. Причем хорошо натренированное для пиара, особенно накануне выборов. Что вылетело из лидера партии независимости Великобритании и какие могут быть последствия? О политической борьбе, где всегда можно парировать, меня неправильно поняли. Наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. И правду говорят, все пиар, кроме некролога. Партия независимости Соединенного Королевства руководствуется именно таким принципом. Очередной ляп ее одиозного лидера Найджела Фараджа наделал много шуму. В документальном фильме о расовой дискриминации он заявил, что отменил бы большинство законов, защищающих цветных. При этом интервью у него брал журналист с африканскими корнями. Фарадж четко и ясно ответил на вопрос, нужны ли законы в сфере труда, запрещающие дискриминацию на основе расы или цвета кожи. Нет, мы партия дальтоников, если хотите. Как партии нам нет дела до цвета кожи. Но этих законов не было. Людей очень часто дискриминировали. Их могли не взять на работу, если цвет кожи был не таким, как у работодателя. Если бы мы говорили об этом 40 лет назад, то ваши доводы имели бы право на жизнь. Но сегодня вопрос раз и не актуален. Я действительно так думаю. Бурная реакция, взрыв критики. Что еще могли вызвать такие речи? Это неслыханное нарушение прав человека, хором заявляют правозащитники, политики и общественные деятели. Конечно же, теперь Фарадж говорит, его неправильно поняли. Он всего лишь имел в виду, что любой не белый британец должен иметь привилегии перед белым поляком, когда устраиваться на работу. В полемику вступил даже премьер-министр. В твиттере Дэвид Кэмерон написал, Фарадж просто хочет завладеть общественным вниманием и не понимает, какие глупости говорит. Отличный повод ответить, что Кэмерон не думает о трудоустройстве граждан. Пока длятся перепалки в соцсетях, стремительно приближается день выборов. В мае Великобритания избирает парламент, и у партии Фараджа Юкип есть шансы получить несколько кресел, тем самым лишив большинства консерваторов Кэмерона. Ходят слухи, что деньги для Юкип поступают из Кремля. Неудивительно, что партия евроскептиков, активно критикующая сексуальные меньшинства и иммигрантов, ведет грязную предвыборную игру. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Смотрящие от государства или на тропе экономической войны. В парламенте предлагают национализировать приватбанк. Что из этого выйдет и выйдет ли вообще, давайте посмотрим. За этими зелеными вывесками седьмая часть всей банковской системы Украины. Миллионы вкладчиков. Большинство зарплат, пенсии и соцвыплат украинцев тоже здесь. Но в последнее время дела у финучреждения идут не очень хорошо. Миллиардные задолженности по кредитам, и как результат банк сам нуждается в деньгах. Ежемесячно на поддержку финансовой махины Нацбанк тратит до 2 миллиардов гривен, рассказывает нардеп Александр Онищенко. Это он предлагает приватбанк национализировать. Уверяет, ничего личного. Хочет просто предостеречь украинцев и привлечь внимание правительства, чтобы не было искусственного банкротства. И не получилось, как с аэросвитом. Это тоже был актив группы приват. От компании не осталось даже вывесок. А долги государству и работникам до сих пор не погашены. Банк уже не справляется с финансовыми обязательствами, и он вынужден обращаться постоянно за рефинансированием. И за 2014 год банк уже получил порядка больше 20 миллиардов. Большей частью деньги, которые идут на рефинансирование, они также уходят в офшорные зоны через подставных лиц. И в итоге потом банки ложатся, им нечем выплачивать, и идет искусственное банкротство в банке. Приватбанк не всегда честен и с клиентами. Но именно он, та самая вершина пирамиды, которая называется группой приват. А уже игра в неправил этой группы напрямую влияет на банк. Потому депутат уверен, поддержка его идеи в парламенте найдется. Мы знаем, что компания «Укрнефть» имеет тех же самых учредителей. Заявление сегодня, что они не будут выплачивать государству ни дивиденды, ни оплачивать налоги, это тоже должно правительство подтолкнуть к какому-то шагу. Если государство решится на национализацию с группой приват, придется развязать войну, говорят аналитики. Каждый человек, который имеет деньги в приватбанке, таким или иным образом финансирует группу приват. Когда, например, во времена Януковича семья попыталась как-то подвинуть приватбанк, тут же случился кризис на рынке бензина, например. Оно резко подорожало в цене. Произошла дестабилизация валютного курса. Сама национализация может пройти в течение нескольких месяцев. Сначала финучреждения должны ввести временную администрацию. Но это, если никто не будет препятствовать. Остановить все платежи и спустя три месяца провести сам процесс. Но решится ли на это правительство? Это один из вариантов решения проблемы. Программа «Минимум» – хотя бы наблюдать за средствами, которые государство ежемесячно отдает на поддержку банка. Уже сейчас, утверждают эксперты, поводов ввести в банк управляющих извне немало. К примеру, половина залогов банка не ликвидны, потому как находится в Крыму. Но забрать банку прежнего владельца, а это губернатор Днепропетровской области, государство может влететь копеечку. Депозиты – это проблема государства, а кредиты группа «Приват» возвращать не будет. Это будет порядка 30-40 миллиардов гривен новых бюджетных проблем в государстве. Что решат в парламенте, пока не ясно. Законопроект о национализации «Приватбанка» зарегистрирован и отправлен на рассмотрение в профильный комитет. Найдутся ли голоса? Вопрос времени. Оксана Григорьева, подробности, телеканал «Интер». Эта тема будет сегодня иметь развитие в ток-шоу «Черное зеркало». Наверняка прозвучат еще детали. Не пропустите. Сократить число школ и вузов правительство начинает выполнять одно из требований МВФ. Оптимизировать или попросту закрывать в первую очередь будут сельские школы. Оправдано ли это и что ждет детей и учителей? Лидия Калинина подробнее. Я до этой школы уже привык. Я знаю всех учителей. А там я никого не знаю. Не знаю, что там будет. Еще так далеко. Мальчик только что узнал. Восьмой класс ему придется идти уже в другую школу в соседней деревне. Десятки километров от их села Анут в Черновицкой области. То, что их школа с 1 сентября закроется, стало неожиданностью для всех. По-перше, нужно будет вставать быстрее. По-друге, нужно детей нагодовать, потому что не знаем, что будут годовать в школах. Ну и по-третьему, конечно, с чем добираться проблема. Село далеко, село бедное. Батьки практически не работают. И самостоятельно довезти детей. Вариантов такого я не допускаю. Туга будет и самим педагогом. После закрытия школы без работы останется 14 человек. Тоже и на другом конце страны. Из 28 школ Богодуховского района в Харьковской области почти половину хотят закрыть. В школе в селе Синое всего 27 учеников. Со следующего года их обещают возить в Богодухов на школьном автобусе. Так уже было в прошлом году. Тогда не набрался пятый класс, и дети ездили в другую школу. Вспоминают родители об этом с ужасом. Мы сидели в месяц по три недели дома. Это знали району. У них не было денег на бензин. Детину туда автобус забрал, отвез, а назад дитина и шла на попутках. Это пятый класс. Зимой, когда наметает снег, проехать в село и вовсе проблематично. Неудивительно, что автобусы ломаются. Вот она, эта дорога в райцентр. До ближайшей школы всего лишь 12 километров, а добираться туда придется не меньше часа. Асфальта здесь нет уже давно. Одни ямы и ритвины. Перевезение детей ляжет на плечи местной рады, тобто сельской рады. Сельская рада не знает денег для того, чтобы арендовать автобус, платить зарплату водителю. Большинство детей просто не будет ни где научиться. Родители учеников предлагают объединить школу с детсадом. Дом для этого уже подобрали. Бывшее здание колхозного управления. Ремонт обещают сделать сами. Неясно, правда, поможет ли это. Ведь планируют закрывать школы и из экономии, и потребования МВФ, говорят правительства. Мы имели дискуссию с МВФ, естественно, и, ну, очень непростые дискуссии. Вот их логика такая. Если Украина имеет проблемы, и мы вам помогаем, вот вы имеете потребу, мы вам помогаем. То, почему ваши выкладчики имеют меньше навантажения, чем выкладчики в Западной Европе? Все нам надеются, что их школу пощадят. В последние годы сюда все чаще переезжают харьковчане с детьми. По подсчетам местных жителей, уже через пять лет количество учеников может вырасти вдвое. В противном случае отсюда уедет вся оставшаяся молодежь, и село останется только умереть. Лидия Калинина, Ольга Поломарюк, Александр Яновский, Игорь Рига, Телеканал Интер. Чуть позже у нас будет включение с Майдана незалежности, и мы узнаем о том, что там сейчас происходит, а пока о тарифах. Для Киева тариф прежний. Мэр столицы обещает не поднимать тот единственный тариф, который зависит от местной власти, квартплату. Мол, это все, что могут. Остальные цены зависят от Кабмина. Кабмин, напомню, готовит для украинцев новые платежки. С 1 апреля свет подорожает в 3,5 раза. Тариф на газ вырастет на 280%, на тепло на 66%. Катастрофическое состояние. Так в общем можно описать украинские дороги. А ведь их ремонт мог бы решить массу экономических проблем, и примеров тому достаточно. Ремонт дорог и рабочие места. Как это связано? Смотрите. В ямах, латках, морально устаревшие. Это об украинских дорогах. Сейчас по их качеству Украина занимает в рейтинге Всемирного экономического форума 135 место. Плохие дороги – это не просто неудобство при езде. Это критический фактор, который уже сейчас тормозит развитие бизнеса. Ранее перевезник на такси закладывал в себе вартость перевезения. Примерно 15% шло на ремонт и обслуживание автомобилей. Сегодня, в связи с тем, что дорога есть в незадовольном состоянии, мы сегодня закладываем в себе вартость примерно 25%. Тем меньше людей выходит на работу, потому что оно не стает сегодня нерентабельным. Крайне низкое качество и пропускная способность дорог Украины ограничивают экономические реформы и отпугивают инвесторов. Большинство развитых стран сформировали благоприятный инвест-климат, развивая транспортные магистрали и коммуникации. Например, Америка в 30-е годы вышла из глобальной экономической депрессии, строя свои знаменитые хайвэи. Говорю аксиому, которую знают все. Пока не будет дорог, никакие инвестиции не придут. Мое предложение первое – это строить дороги. Любыми путями, под помощью МВФ, под госгарантией, не тупо латать дырки. Мы не используем 3-5 миллиардов, которые бы при отсутствии взяток на границе могли бы иметь транзитного нашего положения. Богом данного. Модернизация инфраструктуры транспорта и связи способна дать серьезный толчок всей экономике страны. Мы сегодня знаем с вами, сколько у нас сегодня потери. Только вот за последнее время, сколько мы потеряли рабочих мест. И сегодня, к сожалению, правительство только констактирует факт, что мы потеряли рабочих мест, но они не говорят о том, сколько их можно создать. В рамках плана модернизации страны, который разрабатывает Агентство модернизации по инициативе Федерации работодателей Украины и профсоюзов, значительное место уделяется и развитию инфраструктуры, в том числе и дорог. Андрей Хасанов, Дмитрий Ванилович, подробности, телеканал Интер. Ну и есть продолжение недавней истории с гаишниками в городе Ривны. Одного уволили с работы, второму вынесли выговор, как и нескольким их непосредственным начальникам. Напомню, довольно странным образом инспекторы догнали и пытались то ли вытащить из машины, то ли забрать документы у водителя, нарушившего правила проезда по центру города. Сотрудники ГАИ не обращали внимания ни на то, как кричал в машине испуганный шестилетний ребенок, ни на то, как возмущались прохожие. В прокуратуре открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, а в ГАИ пообещали наказать и водителя за нарушение. И в эти минуты на Майдане в Киеве проходит акция «Донецк – это Украина». С нами на связи Татьяна Овинникова. Таня, здравствуй. Расскажи, сколько людей пришло и что сейчас происходит? Добрый вечер, Наталья. Акция «Донецк – это Украина» стартовала примерно два часа назад. И вот, несмотря на дождь и сильный ветер, люди продолжают приходить на Майдан. Здесь переселенцы не только из Донецка, но и из других городов оккупированного Донбасса. Все вместе люди спели гимн Украины, помолились за единую страну и зажгли свечи. Мне удалось поговорить с ними. У каждого своя печальная история вынужденного переселения из родных городов. Вот что рассказывают люди. Очень хочется домой, хотя того, что нас там держало, уже нет. То есть у нас нет, по сути, дома. У нас семьи повыезжали, друзья поразъехались. Но, тем не менее, мы скучаем. Скучаем по тому Донецку, который мы помним. Мы надеемся, что вернемся, что Донецк – это Украина будет и останется навсегда. Акция «Донецк – это Украина» мирная и совершенно не политическая, поэтому все здесь проходит без проблем и эксцессов, и люди продолжают приходить на Майдан. Наталья. Спасибо, Таня. Татьяна Авидникова об акции в центре Киева «Донецк – это Украина». Зачем бывшая первая леди Франции врезала незнакомцу новые угрозы террористов ИГИЛ? И почему шведские прокуроры едут в гости к Джулиану Ассанджу? Об этом не только в нашем обзоре. Допрос на выезде. Шведские прокуроры готовы приехать в Лондон и взять показания у основателя сайта «Викиликс» Джулиана Ассанджа. Речь идет о деле пятилетней давности. Две гражданки Швеции заявили, якобы Ассандж вступил с ними в половую связь против их воли. Официальное обвинение ему пока не предъявили. На допросы в Швецию Ассандж, который уже несколько лет укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, ехать категорически отказывается из-за страха, что его экстрадируют в США. Бывшую первую леди Франции обвиняют в нанесении побоев. Валери Триер Вейлер, экс-гражданская жена Франсуа Ланда, залепила пощечину незнакомому мужчине. В одном из кафе Парижа к Валери подошел к посетителям и спросил, как поживает ее бывший спутник жизни. Возникла перепалка и мадам дала волю рукам. Пострадавший уже написал заявление в полицию. Белый дом, Биг Бен и Эйфелева башня. Экстремисты ИГИЛ угрожают Западу новыми атаками. В аудиообращении представитель джихадистов заявил, боевики хотят устроить теракты возле главных достопримечательностей в мировых столицах. И добавил, что теперь они будут действовать вместе с нигерийской террористической организацией Боко Харам. Глава Эппл Тим Кук хотел стать донором для своего предшественника и основателя компании Стива Джобса. Кук предлагал другу, который нуждался в срочной трансплантации, пересадить ему часть своей печени. Но тот категорически отказался. Этот эпизод описан в новой биографии Джобса, выдержки из которой уже начали публиковать в интернете. Прорыв в медицине. Врачи из ЮАР впервые успешно трансплантировали мужской половой орган. Пересадку сделали от умершего донора. Операцию провели еще в декабре в одной из больниц Кейптауна. Но медики хотели убедиться, что орган прижился. Пациенту 21 год, его имя не называют по этическим соображениям. Несколько лет назад парню ампутировали пенис из-за неудачно проведенного обрезания. Теннис вверх ногами. Американский спортсмен Марти Фиш запутался во время матча в сетке. Выбраться из плена помог соперник. Это был первый турнир Фиша за последние полтора года. Он не выходил на корт из-за приступов паники. И вернулся после консультации с психологом. Первый матч после перерыва Фиш проиграл. Через несколько минут в нашем эфире ток-шоу «Черное зеркало». Евгений Киселев уже с нами на связи. Евгений, добрый вечер. О чем будете говорить в пятницу 13-го? Ну, Наталья, помимо одной темы, которую вы уже за меня проанонсировали, я имею в виду продолжение, можно сказать, детективной истории про похищение руководителя правового департамента Днепропетровского горсовета Александра Величко, мы будем говорить сегодня о двух важных вещах, или, скажем так, двух важных датах. С одной стороны, на этой неделе миновал очередной символический рубеж 100 дней нового правительства, которое сейчас находится у власти. С другой стороны, через несколько дней, 18 марта, исполняется ровно год, как Россия аннексировала Крым. Что сделать для того, чтобы вернуть обратно полуостров? Об этом мы будем говорить сегодня подробно, как и об итогах 100 дней работы правительства. Так что, сразу после новостей подключайтесь к аудитории Черного Зеркала. Спасибо, Черное Зеркало в 21.00. Смотрите. Ну, информация, как всегда, постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин